Доброе утро! В эфире Публика ТВ предвыборные дебаты и мы продолжаем знакомить вас с программами кандидатов избирательной гонки. Тема, которую мы предлагаем конкурентам сегодня – освещение в столице. Кишинев в два с половиной раза хуже освещается, нежели большинство европейских городов. Причем обходится такая электроэнергия столицы в кругленькую копейку. Возможно ли модернизация системы освещения в общественных местах и как эффективно потратить на это наши с вами деньги? В нашей студии сегодня кандидаты на должность муниципальных советников. Ада Бушила, кандидат в муниципальные советники Христианской Демократической Народной Партии. Доброе утро! Христос Воскресе! Во-первых, я начну с тем, что скажу, что наша команда, которая очень энергичная, очень компетентная и очень целенаправленная, будет внедрять конкретно и реально основные принципы развития каждого населенного пункта. Мы, во-первых, сделаем транспарентный конкурс на принятие на работу, на те должности, которые, во-первых, руководящие в кадре муниципе Кишинев, и чтобы на эти должности занимались новые, компетентные, грамотные, честные люди, которые заменят этот устарелый человеческий фактор, который работает сегодня нетранспарентно. Этим мы предполагаем заменить этот коррупционный систем, с которым я лично сталкиваюсь в судебных делах, как юрист многочисленно. Я убежден в том, что нам нужна полноценная реформа административных институций. Я считаю, это можно реализовать с новой, с грамотно-компетентной командой, которая будет внедрять в силу все приоритеты развития нашего города. Мы, во-первых, предусматриваем несколько приоритетов, в которых включается и переработка мусора, который базируется на рецикляции этого мусора и внедрении направленного в экономическую отрасль, и многие-многие другие. Я считаю, что мы сможем вместе эти реформы реализовать. Специалисты пришли к выводу, что плохое освещение – это источник многих проблем. Во-первых, это огромное количество дорожно-транспортных происшествий. Опять же, господин Бачевич, не удивляйтесь, это выводы специалистов. Во-вторых, это высокая преступность, на 40% выше преступность там, где плохое освещение. Опять же, я говорю цифры специалистов. В-третьих, это неэффективное использование наших денег, поскольку у нас очень старая система с советских времен, и поэтому мы тратим гораздо больше, нежели остальные европейские города. И четвертая проблема – это в случае, если произойдет модернизация, насколько будет готов персонал Лумтеха к тому, чтобы производить эту модернизацию, обслуживать новую систему. Ну, конечно, данное предприятие должно быть модернизировано. Оснащена новейшими технологиями освещения в муниципе Кишиневе. У нас проблемы в общем, самые сложные проблемы в отрасли освещения – это связано с пригородными селами. В тех 18 примариях практически люди сами вызывают бригаду Лумтех, платят им, заплачивают, и они устанавливают и провода, и всю инфраструктуру они сами устанавливают за свои деньги. Даже не за деньги тех примарий в населенных пунктах, а за свои личные деньги. Вот здесь проблема, и мы должны это проанализировать. Примария сделала аудит и сказала, что вот мы столько тысяч установили новых, было установлено новых освещенных приборов. Но надо посмотреть конкретно, кто их установил. Это было сделано за бюджетные деньги или за личные деньги из кармана горожан? Второй вопрос – это освещение во дворах. Это проблема для всех из нас, которые входим в дворы и не видим никакого освещения. Господин Бушилов, вы говорите о том, что в пригороде очень многие, но в общем-то не очень многие населения вынуждены за свои деньги все это устанавливать. Конечно. В городе происходит по-другому. Как вы собираетесь менять систему в будущем, когда вы придете в муниципальный совет? Есть ли у вас какие-то подсчеты? Во сколько тогда обойдется городу, муниципию, освещение и пригородов и города, если охватить все населенные пункты, которые до сих пор не освещены? Во-первых, нужно сделать грамотный аудит и паспортизацию всех улиц в муниципе Кишнева, включительно в пригородах муниципе Кишнева. Чтобы знать, сколько освещения нам нужно на конкретной улице, надо знать поток этой улицы утром, вечером, днем, ночью и так далее. Все характеристики этой улицы. Сделать электронный регистр, чтобы это было доступно всем, даже на сайте Примарии. И тогда уже специалисты грамотные подсчитают, сколько нам нужно электричества и лампочек на каждой улице и в какое время. И если это должны быть энергосберегательные лампочки или простые, вот такой грамотный подход нужен к данной проблеме, а не делать... А сколько обойдется паспортизация? Есть какие-то подсчеты? Паспортизация – это недорогостоящее действие. Это нужна группа экспертов, 5-6 экспертов, и они максимум в 10 дней могут это сделать очень легко и предоставить эту информацию. Они тоже не бесплатно работают? Ну, конечно, это стоит денег, но не таких больших, чтобы мы не могли это все делать. Абсолютно с вами согласна. Хотелось просто от вас... Господин Бушилов, вы как будете модернизировать? Касается это персонала? С чего начнете? Либо напротив, это будет техника в первую очередь? Ну, конечно, это тоже связано с персоналом, потому что у нас человеческий фактор оставляет многого желать. И не только в Лумтехе, а во всех практически, или в большинстве муниципальных предприятий. Это первый вопрос. И мы предложили конкретное решение. Это конкретный транспарентный конкурс на занятие руководящих и не только должностей. Во-вторых, нужен комплексный подход к этой проблеме. Вот посмотрите, у нас в муниципе Кишинев находится 150 садоводческих товарищей. Там люди все покупают, не только инфраструктуру, они платят за свой свет. Они покупают на центральном счетчике унионфеноза и ежемесячно приходят и заплачивают за освещение, за свой свет. Муниципи можно на себя взять эти растраты? Муниципи должен взять на себя. Сколько это получается, господин Бушилов? Это город, который должен развиваться. Там живут люди. Не как в садоводческих товарищах, как в Советском Союзе, а как в нормальном полноценном городе, Кишиневе. За этих людей вообще никто не отвечает, потому что у них нет визы, они не голосуют. Их судьба безразлична. Господин Бушилов, пожалуйста, тот же вопрос. Финансы. Где взять финансы и сколько денег необходимо на модернизацию освещения? Финансы у нас в муниципальном бюджете, во-первых, есть. У нас большой потенциал для того, чтобы мы весь потенциал, который имеем, чтобы мы его реализовали. У нас есть участки на балансе премарии, у нас есть нежилые фонды, у нас есть сектор рекламы, у нас сектор парковок. У нас все эти сектора не организованы. Потом у нас есть очень серьезные европейские программы специально для премарии, для премарии из нашей страны. Ежегодно выделяется на этот счет 143 миллиона евро. У нас в премарии, мы проверили с нашими коллегами, только проекты на кофе и чай, я им говорю, это симпозионы, круглые столы, а на проекты в инфраструктуре, включительно в электроснабжении, не выделяются. Потому что нет грамотных, компетентных людей, которые имеют практику в работе в проектах. Лучше всего брать кредиты и возвращать деньги. И тратить их по своему усмотрению. И все, да. Дорогие кишневцы, хочу прийти к вам с конкретным месседжем, с тем месседжем, который мы и новая команда ХДНП вступаем в эту схватку в муниципе Кишнев и во всех городах Республики Молдова. Я лично и многие мои коллеги, христиан-демократы, юристы, которые конкретно вступали в бой, в конкретный бой в юридических инстанциях с конкретным чиновником из премарии. Я лично боролся с нелегальными конструкциями. Несколько раз был в цензоренах и на очистных сооружениях. Представляли конкретные планы развития чиновникам из премарии Кишнева. Я уже не верю всем тем, которые нам предлагали до сих пор большие изменения и ничего не сделали. Всем тем, которые имели возможность изменять конкретную нашу жизнь, конкретно нашу жизнь и наши проблемы. Голосуйте за меня, Раду Бушилы. Голосуйте за новую команду ХДНП.